Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган от Магдочки и Дженни. Вот они две красавицы. Когда смотришь, как посетители с ними общаются, сколько восторга, когда угостят Дженни. Или бросят вкусняшку Магдочки. Потому что Магдочка, к сожалению, в отличие от Дженни, не может вот так вот хобот поднимать, как это делает Дженни. Но, тем не менее, посетители догадываются и бросают ей тоже вкусняшки. И Магдочка с удовольствием их подбирает. Вот посмотрите, друзья, на лица посетителей. Сколько действительно радости и восторга. В 21 году прибыли в апреле эти красавицы в парк Львов Тайган. И с тех пор здесь стали настоящими большими звездами. Собственно говоря, они уже сюда приехали большими звездами. Но здесь их славная такая вот популярность не остановилась в своем развитии. А напротив, только усилилась. Потому что тысячи, сотни тысяч посетителей Тайгана знают о них. Размещают видео, посты, фото про них. И слава про Магду и Дженни идет по миру. Вот так вот, друзья. Дженни постарше Магдочки. Дженни, согласно энциклопедии слонов, 69-го года. А Магдочка, 72-го года. Обе они родились в Азии. Но, собственно говоря, согласно слонове энциклопедии, место неизвестное их рождение. Но зато год известен. Вот, вот. Дженни вообще у нее такой мощный хобот, что она его вытягивает просто, напросто без труда. Посмотрите, друзья, как она его натренировала. Он такой уже толстый у нее, действительно накачанный. Вот, положила хобот отдохнуть немножко. Потому что, действительно, у Дженни он очень тяжелый. Из-за мышц натренированных. Ну, еще бы целый день вот так вот его поднимать и получать вкусняшки. Уж не знаю, сколько тысяч раз она, хобот этот тяжеленный, поднимает за день. Но, друзья, эта тренировочка еще та, я вам скажу, энергозатратная для Дженни. Но, зато, как говорится, день интересно проходит. И тренировочка тоже полезна. Потому что бездельничать никому на пользу не идет. Вот, 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 раз, раз, Дженни готова свой хобот поднять ради любого кусочка. Лишь бы не обидеть посетителей. Хотя, порой, конечно же, понимает, что это для нее мелочь. Всем мира и добра. Пока-пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok